Колокольные звоны Колокольные звоны обучают теперь в высших учебных заведениях. Одно из них – Рязанский заочный институт Московского государственного университета культуры и искусств. Ну а теперь давай его сложнее сделай. По благословению митрополита Рязанского и Касимовского Симона здесь более 10 лет назад открыли школу звонарей. Для занятий выбрали полуподвальное помещение. Преподаватели и слушатели очистили его от мусора, покрасили полы и стены, сумели приобрести набор уральских колоколов для учебной звонницы. И сейчас на ней отрабатывают навыки звона люди разного возраста и профессии. Дело в том, что многие люди, которые приходят на колокольню и начинают звонить, у них создается впечатление, что я взял веревочки в руки и я уже звонарь. Я ударил один раскол, и я уже готовый звонарь. А потом начинают звонить, и ничего не получается. Какой-то хаос, какая-то неритмичность, ни мелодики нет в этом, ни благолепия нет в этом звоне. И в конечном итоге, даже самостоятельно, получившись на колокольню, приходит повод, что надо учиться более углубленно. Татьяна Буланова – одна из выпускниц школы звонарей. На колокольне Николы Ямского храма девушка поднимается всегда не спеша. 150 ступенек крутой лестницы – хорошая возможность сотворить молитву. Чтобы звон получился благостным, звонарю обязательно нужно настроиться духовно. По профессии Татьяна художник, пишет иконы. Колокольный звон всколыхнул ее сердце, когда она несколько лет назад приехала в Иоанна Богословский монастырь. На светлой седмице девушка впервые поднялась на колокольню, и в ее душе зародилась настоящая молитва в звуке. Сегодня Татьяна Буланова – опытный звонарь. У нее даже есть ученики, которым она передает свое мастерство. Когда начала звонить, просто такое ощущение, что ты порхаешь. И даже чисто физически здоровье прибавилось, конечно. То есть и болеешь меньше, и, конечно, это приучает, и плюс ко всему, это приучает к дисциплине и к молитве, потому что, конечно, человек, он по своей сути ленив, и даже в молитве может оскудевать. Здесь занятие такое, что этого делать нельзя. В школу колокольного звона может прийти любой желающий. Наличие музыкального образования роли не играет. Главное, чтобы у человека было чувство ритма. На занятиях ребят изучают основы музыкальной грамоты, богослужения, теорию и историю колокольного звона, учатся импровизации, проходят уроки по композиции, смотрят учебные фильмы, пишут исследовательские работы, участвуют в фестивалях. Некоторые из воспитанников школы уже во время обучения стали прислуживать в храмах и с помощью колокольного звона возвещать верующим о начале богослужения. Все знания, полученные здесь в школе, очень помогают при звоне. То есть я могу как бы исполнять разные звоны, экспериментировать что-то. Вот, когда ты занимаешься этим сам, как самоучка, естественно, ну, гораздо выбор меньше. Занятие в школе звонарей постепенно подходит к концу. Ребятам осталось сдать зачеты и экзамены. Как показало обучение, искусство колокольного звона может освоить практически каждый. Вопрос только в степени сложности. Сегодня в Рязани и области звонарей не так много, поэтому их с нетерпением ждут в храмах. Татьяна Буланова вновь встречает сумерки на колокольне. Сверху город кажется особенно трогательным и уютным. Среди россыпи огней подает голос благовест. К нему присоединяются колокола поменьше. Люди спешат с работы домой. И, может быть, кто-то из них в этот миг остановится, посмотрит на бескрайнее небо, где вот-вот загорятся первые звезды и задумается о вечном.